Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Сегодня мы поговорим про недавно вышедшее обновление, которое многим ребятам понравилось. Они говорили то, что вот, наконец-таки, в Кэтс новое обновление, добавили очень удобную функцию с тремя машинами в гараже, очень прикольную кастомизацию котёнка и тому подобное. Но многим ребятам это обновление не понравилось, они говорили то, что оно достаточно бессмысленное, они хотели каких-то новых пушек, новых корпусов и тому подобное, каких-нибудь новых прикольных фишек. В общем-то, сегодня мы его поподробнее рассмотрим, потому что я на ютубе еще ни у кого не видел ролика, где ребята, ну, подробно прям рассматривают обновление, потому что я заходил, смотрел, получается, новости, которые писали сами разработчики, что там по новому обновление, что добавили, и, в общем-то, они здесь пишут то, что добавили только вот эту вот функцию с тремя машинами в гараже, и, как они называют, это кастомизация своего котёнка. Ну, как мне больше нравится кастомизация, конечно, называть. Ну, тут они у них свои слова, и они ее называют кастомизацией. В общем-то, они пишут только про эти две функции, хотя, помимо этих двух функций, есть еще такие фигнюшки, которые они просто не рассказали нам, получается, вот в этой вот новости. В общем-то, что я заметил вообще такого интересного по обновлению? Многие ребята писали и жаловались вот на эту функцию, которую, типа, они говорили то, что, ну, очень неудобно, то, что нельзя использовать, получается, в быстрых слотах для машины одинаковые детали. Но, на самом деле, это достаточно логично. Я сам, конечно, удивился этому и думал, типа, может быть, это какой-то баг, но потом понял то, что это логично, то, что в гараже у вас не могут стоять, получается, машины с одинаковыми деталями. То есть, представьте реальный гараж, в котором у вас стоят машины, одни и те же, там, например, корпуса у каждой машины. Ну, такого не может быть, и из-за этого они как бы сделали то, что наклейки для каждой тачки будут, получается, ну, общие, и все детальки тоже будут общие для каждой машины. То есть, если вы тут, например, собрали, вот валуна вот здесь, вот вы уже такого же валуна прям с такими же деталями собрать не сможете, потому что они у вас уже будут вот на этом использованы. Потом, по поводу кастомизации котенка. Здесь все уж и так понятно. Можно покупать за кристаллички различные вещички, можно покупать за золото. Некоторые вещи открываются по достижению какого-либо престижа, по достижению какого-либо этапа. Вот, например, сейчас у меня вот этот вот какой-то рожденный недоступен, пенсне недоступно, и недоступен Кэтсон, получается, Джексон, да? Ну, это, скорее всего, открывается именно, получается, на втором престиже, на 22-м этапе, на 23-м и на 24-м этапе. Ну, скорее всего, здесь, получается, всего где-то 48, наверное, или больше, может быть, даже шляпок. Ну, это я примерно так говорю, потому что, типа, 24 этапа в первом престиже, 24 этапа во втором престиже, и все открываются с каждым новым этапом. Также здесь можно изменять, получается, цвет кожи вашего котенка, можно сделать вот такой вот шрам на лице, можно вот такого, получается, с пятном, где оно? По-моему, я видел. А, у меня сейчас с пятном. Вот, у меня сейчас с пятном стоит чувачок. Вот котенок по имени Гав, получается, сумеречный котенок. Ну, в общем-то, здесь тоже все понятно, и как бы разбирать здесь особо нечего. Также хотел сказать то, что, скорее всего, в дальнейшем ребята будут добавлять и рубашку, и штанишки, потому что раньше, по-моему, этого не было. И, в общем-то, скорее всего, в будущих обновлениях можно будет и менять уже рубашечку, штанишки, может быть, еще что-то добавят. Также хотел сказать то, что одновременно, получается, вот эти вот вещички надевать... А, одевать на котенка нельзя, потому что, получается, если у вас очки, то вы вместе с очками шляпку вот такую вот, например, не сможете одеть к своему котенку, потому что, ну, как бы тут только для одной вещи все рассчитано. Вот так вот. А дальше что еще заметил? Добавили очень классную функцию с перемоткой в самый назад список вот этих ваших деталей. Это, на самом деле, очень-очень удобная функция. На самом деле, вот так вот перематываешь, потом включаешь обратно, и так тебе как бы неудобно, когда ты, например, тачку только что разобрал свою, и как бы, например, у тебя очень много деталей, как, например, у меня корпусов. Ты только что свою тачку разобрал, тебе нужно ее обратно собрать, ты просто так вот назад перематываешь, и самый свой последний корпус просто берешь и ставишь обратно. То есть, эта функция очень удобна, я еще в роликах очень часто жаловался, что очень неудобно так перематывать на эмуляторах Android, и вот теперь добавили эту классную функцию, и очень-очень классно. А так, по-моему, еще добавили очень, ну, не очень классную штучку, это так уж не особо заметно, только уж самые внимательные ребята заметят, то есть, когда вы деретесь, нужно найти какого-нибудь слабого противника, на самом деле, блин, надо, наверное, машину поменять. Сейчас машину поменяю побыстрее, покажу вам еще кое-какую там визуальную составляющую игры, которую я заметил, сейчас я по-быстрому попробую кого-нибудь выиграть, сейчас мне бот должен попасть, потому что тачка не очень мощная, военная, вот, сейчас поищем, вот этого, например, надеюсь, сможем. Ага, все, отлично, вот мы его убиваем, и посмотрите, как серия побед теперь засчитывается, шестеренка начала вот это крутиться, или циркулярка это, скорее всего, циркулярка, она началась крутиться, и на самом деле тоже прикольненько так смотрится. Еще я заметил то, что шрифт изменили у серии побед, он стал гораздо больше, и смотрится уже красивее, чем был, потому что раньше там не очень красиво он смотрелся, какой-то был пиксельный, но хотя, если честно, сейчас стал реально текст достаточно пиксельный, и это может выйти незаметно, но вот, например, сейчас на большом экране я очень сильно это вижу. И теперь, ребята, самый главный секрет этого обновления, я сам про это очень-очень недавно узнал, многие ребята мне уже об этом пишут, я сам вообще реально удивился, сейчас вы на экранах увидите скрины доказательства этого, то есть сейчас, ребята, добавили после обновления такую фигнюшку, то, что теперь вам может выпасть классика с двумя слотами для оружия. Мне парень скидывал, что даже с тремя может выпасть, то есть сейчас вы на экранах видите скрины, я все их прикреплю в монтаже, то есть это реально сейчас возможно, получить классику с двумя слотами для оружия. Я на самом деле про это ролик снимал, раньше это было невозможно, но после обновления теперь, ребята, это реально возможно, и вы можете спокойно из сундука себе выбить классику с двумя креплениями для оружия. Даже с тремя можете, потому что, по-моему, один из скринов, который мне кидал подписчик, был у меня с тремя слотами для оружия, то есть это полная жесть. На самом деле я считаю самым имбовым корпусом это классику, потому что всегда на нее все противники заезжают, и многие оружия просто становятся, ну, такими ненужными, весь урон летит куда-то в воздух, и, блин, если считать, что сейчас классика будет равная, например, Титану, который ничего, ну, на который никто не заезжает, и как бы он достаточно, ну, такой специфический, не для всех машин подходит, а вот эта вот классика подходит реально для всех машин, можно спереди поставить против валунов какой-нибудь импульс, там подобное, у него все тачки будут заезжать, и у него будет такое же, как бы, расположение, как и у Титана, то есть преимущества уже у других корпусов перед классикой не будет, потому что у него, как бы, также будет два слота, три даже слота для оружия, это полная жесть будет, и тогда этот корпус реально станет самым мощным, я думаю, в игре. Просто разработчики, походу, изначально, ну, изначально был этот, получается, корпус с двумя-тремя слотами, вот, например, в ставках они иногда попадаются, вот сейчас вот слева, например, на этой ставке есть парень с двумя слотами для оружия, они думали то, что он слишком балластным будет для самих игроков, но, в общем-то, теперь с новым обновлением, походу, все-таки они решили добавить, и вот, походу, теперь будут у нас классики с двумя и тремя слотами для оружия, это, на самом деле, очень прикольная новость, и можно будет уже новые комбинации какие-нибудь пробовать, и достаточно это интересно. Кстати, вот даже тут вот вы можете заметить то, что шрифт не очень красиво смотрится, например, вот ники такие пикселизованные какие-то, получается, время тоже, всего ставок, вот эти вот все надписи, они очень-очень-очень сильно, ну, заметно то, что их как-то, ну, уменьшили в разрешении, и, на самом деле, смотрится, ну, не очень красиво, на самом деле. Ну, ладно, в общем-то, это решение разработчиков, скорее всего, этот, получается, шрифт, он что-то очень сильно нагружал игру или тому подобное, ну, блин, походу, все-таки, что-то они решили все-таки это сменить, и на это есть какие-либо причины. В общем-то, по поводу обновления, по-моему, вам все, ребята, рассказал, еще я, кстати, заметил то, что, по-моему, после обновления, получается, некоторые детали, которые, вот, например, импульс, он выглядит гораздо больше, чем, например, импульс, получается, вот, золотой, то есть это явно заметно, я не знаю, было ли это раньше, но, по-моему, сейчас они реально стали побольше, вот, видите, смотрим на вот этот вот импульс, он смотрится как, ну, меньше, видите, явно меньше, чем когда мы берем этот, и он реально побольше. Даже если вот так вот прикладывать, сравнивать, то реально побольше смотрится именно карбоновый импульс. То есть я этого раньше не замечал, и если это добавили из-за обновления, то на самом деле это очень-очень классно, и про это бы тоже стоило разработчикам писать, а не только про то, что они добавили вот эти вот функции с тремя гаражами и функции, получается, с катомизацией котенка. Но все-таки можно было написать и про другие обновления, которые они добавили. Ну я вот, в общем-то, их заметил и решил вам в ролике это все рассказать, чтобы вы тоже знали прям точное описание обновления. Может быть, вы еще что-то заметили, можете об этом, конечно же, написать в комментариях, чтобы другие ребята тоже об этом знали, потому что действительно интересно, что же еще новенького добавляют. Может быть, это все-таки какие-то пасхалки от разработчиков, чтобы мы сами заметили, кто это на самом деле. Может, знаете, какой-нибудь разработчиков, я на самом деле не знаю. Ну, в общем-то, я вот что заметил вам рассказал. Если вы еще что-то заметили, то пишите, пожалуйста, в комментарии, И можете также в комментарии написать, какая у вас самая любимая шляпка там, и вообще какого вы котенка используете. Мне вот на самом деле вот этот вот пакет на голову очень сильно понравился, и я, наверное, пока что с ним поиграю. Вот, я не стал пока что ничего толком покупать, я, по-моему, купил только две шляпки какие-то, но потом увидел пакет и решил все-таки оставить пакет, потому что он реально красиво спорится. Я даже не помню, какую я самую первую-то шляпку купил, чтобы просто... А, коронку, вот, коронку, совсем не заметил. Вот, в общем-то, первую шляпку я купил, коронку, когда только обновление вышло, удивился, типа сразу начал все покупать, а потом заметил пакет, купил, и вот для меня это мой самый любимый такой, получается, предметик, аксессуар для моего котенка. Шляпка очень классная. Также напишите в комментарии, в общем-то, какая у вас любимая шляпка. И на этом ролик подходит к концу. Еще раз повторюсь, пишите в комментарии, что вы заметили с новым обновлением, напишите вашу любимую шляпку для котенка. В общем-то, всем огромное спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, всем удачи и пока-пока.